Правительство Армении, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию, руководствуется не национальными интересами своего народа, а пытается любой ценой удержаться у власти. А цена здесь жизни тысяч солдат, отмечает украинский политолог Сергей Запорожский. Пашинян сейчас делает всё возможное, чтобы увеличить состав ополчения армянского, чтобы не допустить сдачи Нагорного Карабаха, потому что, я думаю, наверное, все понимают, что если это случится, то Пашинян расстаётся со властью, и там вообще неизвестно, что с ним ещё могут сделать после этого националисты. Это вообще какая-то шизофрения. Он призывает воевать за территорию армян, которую официальная Армения не признаёт своей. В этой ситуации у Армении нет, я считаю, шансов, поэтому вся гибель этих людей будет действительно напрасна. Ереван, обстреливая гражданские объекты Азербайджана, пытается спровоцировать Баку на ответные удары по территории Армении. Это, по мнению политолога, является грубым нарушением международного права. Армяне делают всё, что угодно, чтобы остановить наступление Азербайджана, в том числе и обстрелами мирных его городов. Это, безусловно, военные преступления. Я надеюсь, что азербайджанская сторона собирает доказательства того, что это были обстрелы со стороны Армении, потому что это очень важно. И пусть это произойдёт через несколько лет, но в международных судах можно будет доказать эти военные преступления Армении. Эксперты отмечают, что Ереван, утратив разум, прибегает к необдуманным действиям. Это для руководства Армении является началом конца. Самира Рзаева, Сибиси.